здравствуйте друзья ну наконец-то маленький мастер-класс специально для вас я рисую спичечный коробок есть у меня там ускоренные какие-то моменты вы можете останавливать видео и в своем темпе делать есть очень много объяснения в этом видео есть фрагменты в которых я прям режиме реального времени рисую ну как то есть там нет никакого ускорения процесса поэтому вы можете посмотреть даже какую-то механику движений чем я рисую что я делаю каким образом я двигаю своей рукой и так далее в самом самом начале этого мастер-класса есть небольшой фрагмент в котором вы видите даже как я рисую что планшет у меня лежит буквально на коленях и опирается на стол и уже на столе лежит это спичечный коробок вот с него так вот я и рисовала рекомендую вам сделать точно также что еще рисование вообще маленьких предметов довольно хорошее упражнение и во многих художках в хороших таких лицеях академических рисуют дети начиная вот как раз таких вот небольших предметов это фрукты орешки конфетки и спички и так далее это очень хорошо собирает концентрацию развивает внимательность ну вообще очень полезное упражнение в общем-то в любом возрасте желаю вам успехов пусть у вас все получится подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал подписывайтесь на этот канал ставьте лайки обязательно делитесь этим видео всем кто на меня подписан огромное спасибо что начнем сразу же с наброска будем потихоньку расставлять и строить наш коробочек приблизительно сразу же начнем определять с угла приблизительно понимаю что у меня весь вместо здесь достаточно в общем-то для того чтобы все поместилось важно правильно определить направление углов делать это можно визируя делая вот такие вот движения когда вы накладываете как будто бы как я сейчас показываю на камеру ваш карандаш таким образом чтобы он повторял ту или иную грань и потом вот эту вы переносите к себе и проверяете правильно ли вы его взяли или нет и делаете это стараясь сделать довольно быстро рисуем спичечный коробок в натуральную величину преувеличивать его размеры не стоит вот делаем это легким нажимом карандаша совершенно без всяких сильных нажимов прямой линии перспективу до которая подразумевает что все таки все параллельные оси сужаются до вглубь уходит ну почти параллельно на самом деле почти параллельно немножко сходится в год вот от нас мы эту перспективу имеем ввиду но возможно не стоит ее сильно утрировать потому как нашему коробку это может немножко повредить будет выглядеть немного искусственным а вообще иногда даже можно нарисовать немного даже в обратную перспективу то есть когда оси начнут немножко расходиться почему потому что мы очень близко сидим к предмету и это искажает наше восприятие поэтому возможно что вы какие-то моменты видите в обратной перспективе ну вот но если только вы начинаете рисовать то все делаем в прямой никакой обратной перспективы все как положено обратная перспектива для тех уже кто-то что-то умеет так длина коробка у нас здесь понятно что в перспективе сравни на всякий случай длиной спички то вдруг у меня будет спичка километр в длину коробок 10 сантиметров так смотрю чтобы спички правильно находились друг от друга просто еще пока их направление ну вот как раз тот самый случай что мне кажется что здесь немножечко все это в обратной перспективе выглядит потому как я сижу очень близко так ну вот приблизительно такой набросок сейчас нужно будет его уточнить делаем эту тоже на глаз и уточняя обязательно рисуем уже все детали сразу же все чтобы у нас было с деталями которые есть внутри нашей коробочки чтобы показать что здесь есть загиба бумаги какая-то толщина этой бумаги кое-где толщина спичек и так далее это я буду показывать в ускоренном варианте сразу скажу что вот такая вот бумажечка нам нужно будет для того чтобы какие-то линии проверить рисовать по ним обводить вот так вот не надо вы просто берете по ним проверяйте провели линию потом проверили она кривая или нормально и так далее все теперь я ставлю на ускоренное а вы просто смотрите как я это все уточняю ну приблизительно такая у меня зарисовка может быть может быть какие-то детали сейчас еще когда начну работать с тоном уже появится теперь вот в этот рисунок я делать не буду я буду делать сразу в тоне теперь давайте определимся с тем что у нас здесь с плоскостями и поймем какой-то основной принцип по которому здесь все работает обобщим то что мы видим до кубика у нас есть однозначно теневая зона у нас есть две освещенные зоны причем эта зона как будто судя по кубику освещено больше по светлой его стороне чем вот это провели этот анализ и теперь относительно этого мы тоже видим определенное подтверждение что спички которые представляют собой тоже такие длинные бруски освещены таким же аналогичным способом одна есть освещенная половина часть 2 менее освещенная и есть теневая ну про падающую тень я пока не говорю значит с этого мы начнем мы сделаем сразу же различие между тремя плоскостями и начнем рисовать пожалуй с кубика с коробка вернее покажем разницу что есть тон света тон полутона и тон тени пока не обращаем внимание на то что здесь вот это вот есть часть серый до для поджига и просто заполняем ее цветом так как будто бы ее здесь нет как будто это просто картон отсюда у нас есть у нас нам понятно становится то что вот эта плоскость уходящая внутрь находящиеся в тени естественно будет находиться в тональном контексте тени то есть она у нас будет естественно темнее чем вот эти две это логично теперь снова ставлю ускорение и нахожу разницу в тоне между тремя плоскостями но пока вот что и мы имеем у нас есть вот эта плоскость которая самая освещенная вот эта плоскость она чуть-чуть потемнее как мы и договаривались можно даже немножко еще и загасить хотя не обязательно у нас есть теневая плоскости у нас есть какая-то общая масса спичек которая содержится внутри коробки но все эти спички они либо в тени либо если выходит на свет то они все равно не будут такими светлыми как вот эта плоскость почему потому что они не являются той плоскостью которая у нас принимает свет больше всего они все-таки относятся скорее всего они горизонтально лежащие и больше всего относятся вот к этой плоскости до которая в любом случае будет темнее чем вот это и помимо этого они по тону сами по себе темнее чем белая коробочка вот это да вот ее основная часть они более такие желтоватые бежевые чуть-чуть потемнее сами по себе их локальный тон такой так как здесь очень много деталей мне конечно хочется взять и начать работать от куска то есть прямо сесть и начать сделать закончить вот эту плоскость потом уже перейти вот к этой плоскости может быть заложить вот эту и потихоньку кусочек кусочку подтягивать потому как требуется сделать много деталей сразу скажу на что нужно будет обратить внимание когда рисую например вот эта плоскость вот у нас есть вот эта плоскость коробочки мне и своя толщина и картон здесь загибается и соответственно вот в этом месте вот в этом месте на границе у нас здесь будет самое самое светлое место то что мы можем называть бликом блик дальше свет несмотря на то что остается очень светлым он потихоньку уходя вниз потихонечку вот эта освещенная часть плавно 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 затемняется совсем немножко его заметно дальше у картонки у нас возможно что здесь есть какая-то своя толщина во всяком случае я немножко и вижу точно находится в теневом контексте и и ребро отвернуто цветы и соответствует вот этой плоскости нашего кубика до который является схемой нашего сегодняшнего вот этого рисунка дальше что касается вот этой плоскости вот у нас эта плоскость эта плоскость удаляется от меня этот угол является ближним и удаляется от света вот здесь у нас светит здесь у нас это стороны окно соответственно будет у нас две легкие растяжки от света и от меня то есть он будет плавно затемняться немножко от меня и немного чуть-чуть еще и в эту вот сторону совсем едва 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 это все будет на совсем на нюансах учитывая что у меня здесь уже довольно такой плотный тон взят следующее что у этой картонки у этой верхней плоскости у нее есть тоже своя толщина и в данном случае эта толщина она полностью повернута к свету и соответствует вот этой плоскости куба соответственно картонка вот здесь тоненькая линия картонка на своем срезе будет слегка-слегка обликовать но не везде но там будут маленькие такие белые кусочки светлые ну и что касается вот этого темного пятна здесь все понятно что наберу сразу плотный вот этот тон рисунок пока накрывать вот этот вот рисовать не буду мы сначала должны будем сделать коробочку так как будто бы она полностью белая а потом поверх нее наложим рисунок так будет намного проще потому что так нам будет понятно как организовать тон внутри этого рисунка какого тона взять все эти вот и лиме элементы которые здесь нарисованы учитывая что они находятся в контексте конкретной плоскости да как вы уже видите разница контекста есть у нас разные световой полутональный теневой и везде этот один и тот же рисунок будет выглядеть по-разному поэтому сначала делаем объем и все детали и сразу же начну делать какие-то спички я просто их начну вырисовывать но скорее не при за счет линия за счет тона почему-то что здесь очень маленький объем плоскость небольшая пятна и если я сейчас буду как в данном случае вот так вот отрисовывать каждую спичку то толщина линия будет такая большая что собственно но она будет разрушать этот рисунок он уже перестает быть тональным а начнет быть уже таким каким-то конструктивным больше даже эти спички выглядят как-то небрежно именно за счет линии когда я буду делать их тоном будет совсем по-другому все переключая на скоростной режим таймлапсы теперь потихоньку начинаю уже прорабатывать детали буду пользоваться если я где-то что-то перетемнила прошу прощения мотосалон рядышком поэтому постоянно мотоциклы так значит я буду пользоваться клячкой ластиком если я что-то где-то перетемнила буду пользоваться автоматической автоматическим карандашом растушки у меня тоже есть но возможно я им воспользуюсь самом конце так и пока не вижу никакого смысла карандаши все должны быть достаточно хорошо заточенными мягкость их зависит на самом деле от вас от того насколько хорошо вы умеете контролировать свой нажим я рисую как правило очень жирными карандашами вот хочется поскорее набрать тон иногда это мне мешает но в целом справляюсь у меня получилось что я не могу подлазить но если вы хотите это сделать яйцо 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 Продолжение следует... 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 карандаш у меня сейчас твердый твердый 2h но я на него вообще не давлю он мне нужен только для того чтобы затемнить тот тон который у меня уже есть карандаш этот скорее выполняет функцию роста растушки он как бы раз размазываю это весь грифель который есть и укладывает его в оставшиеся вот эти вот какие-то поры бумаги так эти все кусочки тоже теневом контексте поэтому они не могут слишком сильными такими светлыми быть немного их уплотняем достаточно теперь чуть-чуть сделаем вот здесь все-таки более такой яркий и резкий переход между темный серый коричневый и белым картоном поэтому немножко его утрирую и какие-то такие розчерки есть я их высветлять не буду а скорее наоборот затемню некоторые некоторые кусочки такими штрихами не буду там их сильно срисовывать это ни к чему теперь давайте-ка определимся с вот этим пространство внутри пока мы его не сделаем пожалуй не имеет смысла никакого заниматься чем-то еще каким-то орнаментом узорами спичечной головки такие здесь торчащие яркие контрастные тут тоже надо проработать их продумать как они по форме выглядят это у нас такой вот шарик у которого есть бликовая зона в левой половине и есть теневая зона как яйцо здесь тот плавно затемняется есть тень вот что собственно нам нужно показать на нашей спичке то есть мы не забываем что несмотря на то что головка ее маленькая у нее все равно есть какой-то бликовый кусочек и как ни странно этот блик вот этот блик будет светлее чем тени вот здесь поэтому я какой-то крошечный кусочек оставляю все остальное уже можно смело уводить в такой довольно таки плотный тонну делаю это аккуратно потому что все таки вот эти торчащие спички это та же самая сера но эти спички вот вот это например еще здесь одна будет они все-таки находятся на свету по сравнению с вот с этой зоной эта зона определенно это теневой контекст поэтому мы разделе различаем эти тона и делаем эту спичку чуть более светлой она у нас все-таки освещена теневую ее часть маханьку маханьку можно будет немножко затемнить то же самое делаю со второй спичкой но только блика у нее практически не видно там кусочек какой-то маленький видите я еще ничего не нарисовала никаких там нет этих ножек у них вот головки уже торчат ну чудесно потом к ним и ножки пришьем вот и теперь от этой спички пошла пошло ребрышка сюда одна часть ребра у него теневая и она темнее чем вот это вторая чуть более освещенная тут важно очень аккуратно подойти вот к этой толщине картонки вот этой чтобы срез был четкий сохранился очень внятно иначе спичка вылезет наружу немножко переборщила я вот с этой с этим ребрышком ну вот это вот место самое наверное главное теперь буду дальше все спички туда складывать но они все равно останутся темнее чем вот это и вот эта плоскость потому что свет туда попадает мало-мало только маленький островочек такой более-менее освещенный это с вот этими тонами не сравнить ну после того как вот эту часть кое-как сделала теперь вижу что разницы вот в тонах и и не хватает вот здесь хочется еще немножко затемнить потому как все таки здесь прям активно ярко освещена вот эта вот плоскость и при этом я ее полностью белый тоже не могу сделать потому как тогда не смогу показать блик не не знаю может быть бумагами не слишком белая но в принципе это неважно беру карандаш 2h и вообще без нажима это просто с собой вот эту вот еще раз плоскость и она немножко станет темнее только после этого приступлю к наброску вот этого рисунка который здесь у нас находится сейчас когда буду рисовать и вот этот вот рисунок обращаю внимание на то что все линии которые параллельно внутри рисунка будут параллельно у меня ребра то есть вот эти линии вот параллельно вот этим всем ребрам и вот эти соответственно вот этим всем ребрам да и также тон сразу не делаю плотным почему потому что и это все-таки более-менее освещенная часть даже и сказал сильно освещенная часть по сравнению с тенью поэтому все краски которые здесь есть они все должны быть светлыми я делаю это легким нажимом совсем легким нажимом обозначаю этот рисунок и ни в коем случае не перетемняю потому что придется потом высветлять если что делаю это остро заточенным карандашом карандаш меня б потому что мягкий слишком карандаш здесь не годится он даст слишком жирную такую толстую линию нам здесь это не нужно нам не нужна растушеванная линия нам нужна линия более-менее четко вот карандаш бы вполне себе подходит ну вот вместо слов здесь у нас текст идет я все-таки оставила такие белые как бы полосочки вместо текста потому что буквы здесь тонкие сделать их конечно реально но со шрифтами такая история что если ты их делаешь не точно если точно их будет не получается сделать то они все очень сильно портит поэтому лучше я их обобщу до просто до пятен ну тем более для такого формата небольшого мастер-класса это вполне подойдет а вот это вот вот это эвен я на его или эвен до эвен нет главы не читаю я напишу и обращу внимание на то что когда вы пишете все шрифты все линии которые вертикальны допустим букве м да там строго вертикальная буква соответственно эта буква она вписана в прямоугольник плоскости вот этой и вот эту параллельность надо сохранять то есть буква м у меня она у меня будет параллельно вот этим всем трем дрем их там большего этих линий параллельно этим линиям вот таким вот образом пошла буква м рядышком вторая и только после этого я делаю перекладинку тремного то конечно немножко буквы получились ну ладно так теперь мне нужно будет сюда вот по рубочку добавить еще деталей немножко уточнить контуры пятен чтобы они были чуть потолку почетче что имею ввиду под четкостью чтобы линия не стала темнее и не стала заметней и она просто должна обрести более внятный и резкий контур то есть где-то если у меня излишняя размытость я должна под собрать этот тон чтобы размытость ушла и стала почетче форма этой печати но особенно это касается ближней части в дальней кстати говоря это нормально если фокус немножко размыт это нам не портит это даже мешает ой не менее вернее помогает нашей работе в общем я рисую рисую понимаю в какой-то момент что все-таки у моего коробка вот эта вот часть она какая-то очень очень большая надо ее чуть-чуть изменить подрезать и в ширине и вот это вот выдвинутая часть как будто бы ну вот на чуть-чуть на полу буквально на половину толщины линии она немножечко как будто больше раскрыта ну а надо подправить насколько это возможно так же вот эти вот части меня немножко напрягают так тоже такие неровности в тоне которые вот эти неровности в тоне которые выглядят в виде каких-то дырочек вот таких тональных тоже можно их заделать легкой-легкой тушевкой и и и и и и и Продолжение следует... Так, и падающая тень. Падающая тень здесь, конечно, у нас очень сильно высветлена, потому что яркий солнечный свет за окном. Поэтому у нас есть какие-то совсем глубокие тени под самим предметом. И то их хорошо заметны, вот, пожалуй, только здесь. А в остальном они такие довольно мягкие по своим контурам. Размытые, рассеянные. Ну, падающая тень, здесь это очевидно, она темнее, чем, например, вот этот кусок собственный. Мы на него ориентируемся, потому как он у нас светлый. Понятно, что с темным мы не будем сравнивать, он, естественно, будет светлее, потому как тень все-таки на белом предмете, на белой бумаге. Преимущественно, вот такие вот горизонтальные движения у тушевки или штриховки. Почему? Потому что плоскость лежит, и нам это нужно показать сразу, заранее, как только вы только начинаете рисовать. И как бы самая такая распространенная ошибка, что ли, это штриховать по направлению движения самой тени. Тогда тень очень часто начинает просто становиться и выглядеть отдельно стоящим предметом. Вот такая совсем рассеянная тень. Точно я ее здесь нарисовать не могу пока, потому что у меня спички не сделаны. Ну, какой-то легкий намек на нее может быть. Вот здесь все-таки падающая тень, она темнее, чем вот эта белая часть. Абсолютно точно, это прямо видно на натуре. Ну, пока не буду сильно ее затемнять, оставлю. Займемся спичками, потом вернемся к коробку. Теперь я буду приступать к спичкам. Еще раз напомню, что у меня есть некий такой тональный контекст, в котором я работаю. Я уже поняла, что вертикальные вот такие плоскости, они в данном случае будут светлее, чем, например, горизонтальные плоскости. Но это видно на примере даже плоскости бумаги, да, вот этот лист бумаги, он не такой белый, как, например, вот эта крышечка. Ну, тут от тона предмета тоже зависит, но здесь мы можем сравнить, они похожи. То есть у нас так освещение такое боковое, сильное, что все боковые плоскости, которые параллельно, да, освещению, освещению, ну, окну, например, источнику освещения, они принимают на себя больше света, и на спичке у меня ровно то же самое происходит. Вот именно вот эта спичка будет самая, в этом смысле, иллюстративная, да, показывает очень хорошо, что вот эта плоскость, вот эта плоскость нижняя, она будет светлая, а вот та, которая верхняя, она будет более темная. Вот относительно вот этих двух все посложнее, это вообще немножко в тени находится, и такая чуток однообразная в этом вопросе. Вот эта тоже, она уходит, находит в полутон практически вся, здесь небольшая разница в тоне между верхней и нижней плоскостью, почти они одинаковые, однозначно они темнее, чем вертикальные вот эти все плоскости, и одна, и вторая. Ну, и вот будем этого держаться, это самые главные вещи, которые нам нужны. После того, как мы заложим основной тон, я, наверное, приступлю к кусочку фона, без которого спички не будут смотреться достаточно убедительными. И тут есть интересный момент. Например, бумага белая, которая находится здесь, будет немножечко темнее, чем вот эта вот плоскость, которая принимает на себя свет. По той причине, которую я уже, которую я уже объяснила. У нас получается горизонтальная плоскость, в данном случае, немножко меньше принимает свет, чем вертикальная. Но это не всегда так, вот имейте в виду, что бывает вообще иногда совсем иначе, и бывает довольно нередко. Это, допустим, вот такой вот у нас, представим себе, кубик, и свет падает больше на верхнюю плоскость, чем на вот эту вот переднюю, фронтальную. Ну что, приступаю к спичке. Спасибо. Небольшое разъяснение, зачем я так яростно начала делать эту нижнюю плоскость в тот момент, когда пообещала, что я сделаю сейчас спички. Да потому что пока я не сделаю вот эту плоскость темнее, чем вот эти две, вот эта маленькая ребрышка и вот эта, они не будут белыми. Представляете? И видно не будет ни спички, ни коробок, поэтому мне придется хотя бы вот этот вот пятачок сделать. Ну и, конечно же, я учитываю, как в истории с крышкой, что плоскость горизонтальная, которую я сейчас рисую, она удаляется от меня вот туда, в то направление, и удаляется от света туда. Поэтому таким образом я светлые тона всегда затемняю вдаль и от света, то есть у меня будет двунаправленная растяжка тональная на плавное-плавное затемнение. Пока я использую только два направления штриха. Это горизонтальный, потому что плоскость горизонтальная и по диагонали под 30 градусов. Может быть, потом буду еще выше брать угол штриха, потому что все-таки сижу я довольно высоко, прям склоняюсь над предметами, поэтому плоскость эта по отношению ко мне приподнята слегка. Поэтому я не стесняясь, потом возьму и, может быть, еще выше задру этот угол. Но в целом все это буду делать в первую очередь для уплотнения тона. Мне нужно это сделать аккуратно, чтобы тон не прекратил быть белым. То есть вот то, что я сейчас делала, это, пожалуй, ну так, довольно плотно, поэтому скоро очень я свой карандашик B поменяю на какой-нибудь 2H. И буду доводить уже делаю это до конца своего логического, сравнивая тщательно каждый кусочек тона, который я делаю с соседними, которые уже у меня имеются, чтобы получилось те необходимые соотношения тональные, которые мне нужны, о которых я говорила в самом начале. Вот. И вот этим вот твердым карандашиком аккуратненько буду вот уже где-то тушевать, где-то штриховать, аккуратно делать, чтобы у меня даже, наверное, буду заходить на вот эти вот спички, потому что они все равно в целом будут темнее, чем фон. Цвет у них просто более темный. И, ну, как я уже сказала, вот здесь вот где-то остановлюсь, пока будет достаточно. А потом уже, конечно, вернусь к спичкам и буду их продолжать рисовать. Так, ну, что еще хочу обратить внимание. Вот здесь есть отражение. Отражение от вот этой освещенной части здесь есть. И оно, ну, в общем-то, как вот обычное отражение. Сначала отражается какая-то условно теневая часть, поэтому я немножечко здесь тушую. А потом я показываю, что отражается вот эта вот часть. Она немножко отражается и рассеивается. Поэтому я это делаю за счет уплотнения тона вокруг отражения. Не за счет того, что я беру клячку и начинаю тут что-то яростно тереть. Или не яростно. А за счет того, что немножечко затемняю, уплотняю тот тон, который, в общем-то, и не должен торчать. Вот и теперь, если я прищуриваю глазки, вот у меня появляется вот здесь вот какое-то вот такое вот засветленное место. Зря, правда, я сделала это вот такими вот штрихами. Надо было делать аккуратно, горизонтально, тушевочкой. Потому как штрих иногда начинает делать нематериальные вещи, отражение определенное нематериальные вещи. Вот у нас, пожалуйста, спичечный гробок существует, отражение не существует. Это игра света. И вот эта игра света, она должна все-таки оставаться, делаться в основном тушевкой, потому как не является материальной. Штрих у нас такой предметный способ изображения. И даже плоскость сейчас я делала материальная за счет того, что делала штрихи в определенном направлении. А вот уже тональной задачей можно помогать себе решать кое-где тушевкой или что-то чем-то таким средним между штрихом и тушеванием. И теперь мне нужно будет сделать так, чтобы вот эта вот часть, вот эта плоскость оказалась светлее, чем вот эта. Стереть пластиком я ничего не собираюсь. Я буду здесь слегка затемнять, но опять же мне нужно сделать так, чтобы этот тон был, остался достаточно светлым. Поэтому работа моя должна быть очень-очень деликатной. Ну, в общем, вот эта часть и вот эта часть у меня немножко уже выделились. Но, как и всегда, когда появляется фон, у нас возникает куча всяких моментов, особенно когда вы каких-то несостыковых. Особенно когда вы рисуете предметы практически одинаковых тонов или близких тонов. То есть светлая в основе своей коробочка, и вот на белой бумаге она лежит в довольно светлой спичке. Поэтому вот эти вот повторы, избежать их довольно трудно. Поэтому, конечно, я займусь еще, когда сделаю спички, я сейчас еще немножко поработаю над фоном, потому что здесь нет все-таки растяжки в глубину. И сделаю здесь этот фон, все-таки решила его поднять и увеличить. Его маловато было просто вот сделать вот так, как я говорила в самом начале. И после того, как я поработаю над фоном, дальше над спичками, я все равно буду вынуждена вернуться к коробку. Как вы видите, сейчас по явлениям фона стало абсолютно очевидно, что вот эти красно-синие изображения, они слишком светлые. Слишком светлые, надо будет их затемнять. А вот насколько их затемнять, это уже будет определяться чуть позже. Я посмотрю, буду сравнивать тона друг с дружкой и найду место, куда же должны по тону, в этой градации в ленточке от самых светлого до темного, влезть вот эти красно-синие тона. Но пока мне это не очень интересует, занимаюсь еще раз фоном, делаю спички и дальше надо будет еще найти вот эту разницу в тоне между самой коробочкой и фоном. Это не так однозначно просто, как может показаться, потому как, судя по тому, как я вижу на натуре, в целом, все-таки на немножечко, вот совсем чуть-чуть, задний план должен быть чуть-чуть темнее, чем вот эта вот часть коробка, светлая, да, белая. Чуть-чуть потемнее, едва заметно, но при этом какие-то полутона, которые заворачиваются вон туда, по краю, будут темнее, чем и тот, и другой кусок. Поэтому тут надо будет смотреть. А тут вообще кусок падающей тени появляется, который однозначно темнее, чем вот эта освещенная часть. Но это все позже. Продолжение следует... 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 что еще нужно сделать с фоном это для того чтобы повысить контрастность внутри нужно к периферии раз уж на стональный рисунок затемнить все края то есть я плавно делаю это правда очень незаметно то есть мягко мягко нежно нежно то есть чуть-чуть где-то может быть какие-то проплешины тональная заделываю где-то прям целиком из полушку а тут он таким образом я просто затемняют он слегка везде к краю на делаю это очень нежно если здесь переборщить то можно все испортить мы делаем это аккуратно тогда вот это все что белое здесь все что светлое будет еще более светлым казаться то есть все контрасты максимальные окажется в середине формата взгляд никуда не будет убегать а теперь я думаю надо восстановить тон вот этих всех рисунков которые у нас здесь за это время потерялись но опять же помним что все таки их тон должен быть светлее чем теневые участки но может быть не все но какие-то самые плотные самые темные поэтому не перебарщиваем с темнотой конечно берем их темнее чем белый здесь но не слишком темно тут как жить маленький кусочек пускай будет все таки темнее вот здесь темнее чем вот это крошечными такими точечками кое-где можно поставить как будто бы усилить толщину картона срез показать очень хорошо видно что все таки этот синий светлее чем вот этот белый картона поэтому мы держимся этого тона делаем тон посветлее чем здесь в тени мы и мы и Продолжение следует... 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 Будет ощущение, что все-таки пространство туда углубляется. И в самой глубокой тени, где спички не лежат, там тоже сделаю акцент тонально. Продолжение следует... 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 этот кусочек немножко таким плотным кусочком то отделяется от фона часто возвращаться приходится к теням чтобы все-таки света тени отделить и тень была все-таки темнее постоянно возвращаемся к сравнению теней со светами чтобы себя не запутать мы по композиции нам не нужно вот сколько здесь место хочется здесь отрезать лишнее чуть-чуть подрезать а у меня повторы тона надо как-то мне определиться что или что темнее в принципе затемнение периферии можно сделать при помощи растушки но пользоваться и тоже надо с умом чтобы у нее чтобы после растушки не было каких-то темных пятен растушка может как снять тон то есть высветлить какое-то пятно так и сделать его потемнее нажимать на нее не нужно и она не размазывает а ей нужно как будто штриховать зачем она вообще нужно растушка как будто бы помогает поры в бумаге чуть-чуть разгладить и как бы размазать внутри этих пор белых которые остаются белыми такими дырочками размазать там тон чтобы все-таки тон был более равномерным а иногда даже он будет казаться более темным более плотным вместе с тем более гладким и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, сегодня достаточно работы... Оставлю так... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...